Что касается нашей религиозной зрелости, то каждый из нас должен видеть себя в следующем году, то есть из этого месяца Рамазан к следующему месяцу Рамазан. Или этот Рамазан уже прошёл, но с этого декабря до следующего декабря, с этой зимы до следующей зимы. Как мне стать более хорошим мусульманином? Я хотел бы выделить три области, для тех из вас, кто записывает это, только три области, относительно которых вы смело могли бы сказать сами себе, «Я стал лучше, я добился прогресса, по крайней мере, в этих трёх областях». Первый из этих областей – это поклонение. Первый шаг – это поклонение. Улучшилась ли моя утренняя молитва? Стал ли я делать утреннюю и вечернюю молитвы хотя бы вовремя и в совершенстве? Просыпаюсь ли я на утреннюю молитву и совершаю ли её в мечети? Сделайте это целью. Возможно, у вас не получится, это каждый день, но поставьте себе цель достичь этого в этом году. Чем больше вы будете стараться, тем больше у вас будет получаться. Старайтесь ложиться спать рано, иначе у вас ничего не будет получаться в жизни. Я говорю вам, всё это ваше бестолковое времяпрепровождение по ночам не даст вам развиваться. Вы болтаете до глубокой ночи, а потом просыпаетесь в 10 часов утра, чтобы совершить фаджр. Неужели вы думаете, что эти ночные разговоры будут положительно влиять на вас? Ложите спать рано, просыпайтесь рано. Совершайте вовремя утреннюю молитву. Читайте Коран надлежащим образом. Мы толкуем о том, чтобы изменить весь мир, в то время как не можем изменить даже свой день. Когда мы сможем изменить свой день, тогда у нас получится изменить и свой год, что означает и изменение своей жизни. Но вы начните со своего дня. Бывает ежедневная цель. Моё утро должно стать продуктивным с точки зрения поклонения. Частью поклонения я бы сделал Коран, так как именно посредством Корана вы сможете приобрести своё видение и вдохновение. Коран должен быть у вас в сердце. У вас должен быть план заучивания Корана наизусть столько, сколько вы можете. Начните с малого, если сможете осилить больше, то попытайтесь, но каждое утро после утренней молитвы чуть-чуть читайте и запоминайте. Именно с этого должен начинаться ваш день. И могу гарантировать вам, что если вы будете вести подобный образ жизни, даже если это и будет хоть раз в неделю, хоть раз в неделю, то вы определите разницу оставшегося дня. Вы поймёте, что этот день стал более благодатным. Вы добились большего. Для вас стали открываться больше возможностей. У вас прояснился разум, и креативные идеи стали приходить на ум. Вы увидите, что Аллах не спосылает эти благословения на вас, открывает перед вами двери, которые были закрыты до этого. Итак, сколько областей я упомянул? Я сказал три области, и первой из этих областей является поклонение. Это первая область, в которой я собираюсь совершенствоваться. Вторая область, над которой вам реально следует работать, относительно которой вам стоит призадуматься, это знания. Как я собираюсь увеличить свои знания в этом году? Между прочим, я отделяю знания от поклонения. Я разделяю эти две области. Потому что некоторые люди так сильно сосредотачиваются на знании, но их поклонения просто ужасные. Они не поклоняются, думая, что их знания всё им компенсируют. К примеру, изучают много Тавсира и знают хорошо Таджвит, но не обращают никакого внимания на молитву. Что вы делаете? Для чего тогда эти знания? Я говорю об этих вещах по очереди. Первое было поклонение, второе – это знания. И я не имею в виду становиться алимом и получить учёные степени в шариате. Те, кто желает достичь этого, мои поздравления, но я же обращаюсь ко всем тут. Не каждый из вас становится муфтием или алимом и так далее, но каждый из вас должен быть образованным мусульманином. Есть необходимый минимальный уровень знаний об исламе, который вам нужно знать. Я рекомендую вам, чтобы к концу текущего года вы уже изучили как минимум пару вещей. Изучите Сиру, жизнеописание пророка, саллиллаху алей вассалям. И так каждый год один раз. И, кстати, вам следует читать разные источники по жизнеописанию каждый год, последующие несколько лет и усиленно изучать это. Не спрашивайте меня, какую книгу по Сире вам читать. Читайте все из них, но по порядку. Берёте одну и читаете её один год. Затем снова читаете в другой год. И вот так снова и снова. И знаете что? Жизнь именно этого человека, саллиллаху алей вассалям, и есть наше видение, наше вдохновение. Поэтому вам постоянно нужно изучать Сиру. Это и есть часть вашего образования. И само по себе изучение Сиры даёт вам перспективу и открывает для вас двери для раздумий и размышлений. Имеются прекрасные источники по Сире. И я не думаю, что для вас составит проблему найти их, иншаллах. В то же время, в этот же самый год, вы должны приложить значительные усилия в изучении Корана. Я всё ещё говорю об области знания. Первое было поклонение, второе – знание, так? И относительно знаний, вам нужно приложить усилия в изучении Кораны. Ну, к примеру, скажем, что в этом году вы решили выучить наизусть Суры Аль-Кахф. То есть вы поставили цель выучить в этом году Суры Аль-Кахф. Это означает выучить наизусть, изучить Тавсир этой Суры, её перевод и попытаться понять каждое слово в ней. Если есть серия лекций об этой Суры, если есть серия лекций об этой Суре, доступные комментарии, также статьи, газеты, то я намерен взять и использовать их. Для меня это год Суры Аль-Кааф. Следующий год, возможно, год Суры Аль-Рахман для меня. После него будет год Суры Аль-Бакара. Не знаю, может быть, даже пару Сур в год, но каждый год вы должны расти в изучении Кораны. По-настоящему. Не говорите «я собираюсь учить Коран». И не выбирайте беспорядочно отрывки. Выберите одну или две Суры и сосредоточьтесь на них. Больше всего я критикую в нашей мусульманской молодёжи отсутствие сосредоточенности. Выберите одно, сосредоточьтесь на этом, и по крайней мере, оглянувшись назад, вы сможете сказать «хвала Аллаху, в этом году я выучил ещё одну Суру, ещё две Суры, ещё три Суры, хоть что-то». И когда вы выучите Суру, не изучайте только её значение. Ко мне подошёл как-то студент и спрашивает «как вы думаете, что важнее, понимание Корана или его заучивание?» Я же в ответ «как ты можешь думать, что эти две вещи разделены?» «Почему ты так думаешь?» Знаете, зачем мы выучиваем Коран? Чтобы повторять его снова и снова. Когда же мы повторяем аят снова и снова, то Аллах открывает нам всё больше и больше понимания. И прочитывая аят в десятый раз, для вас открывается нечто, что вы не могли понять, прочитав девять раз. И открывается больше возможностей. Это истина Корана. Чем больше вы читаете, тем больше вы понимаете. И чем меньше вы читаете, тем меньше вы понимаете. Коран не похож на другие книги. Заучивание Корана является фундаментальной основой его понимания. Заучивание даёт понимание. И вам лучше начать изучать и понимать ту Суру, которую вы знаете наизусть. Эти две вещи идут рука об руку. Итак, мы сказали о Сирии и о Коране. А теперь я добавлю лёгкое дополнение. Это ваш исламский семестр на этот год, так? Я добавлю лёгкое дополнение в этот семестр. И дополнение это как минимум три или четыре мольбы. Изучая мольбы и заучивая их наизусть, они становятся частью вашего дня. И это, кстати, получение знаний. Заучивание нескольких дуа от пророка, саллиллаху алейкум, тоже является получением знаний, при этом уже практикуя. Оба эти вещи хорошо, и каждая из этих трёх областей знаний, которые я упомянул, да, я не сказал о других, я знаю, что есть исламское право, есть вероубеждение, есть тафсир, да, есть другие области знаний. Я же упомянул эти три области, целенаправленно, потому что эти три области сделают из вас хорошего мусульманина быстрее всего. Они сразу же начнут оказывать на вас практическое воздействие. Ваша молитва станет улучшаться, так как вы читаете Коран, который начали понимать. Ваша любовь к пророку, саллиллаху алейкум, начнёт увеличиваться, так как вы изучаете его жизнеописание каждый год, каждый раз читая благословения на него. Любовь к нему будет углубляться в вас, а ваши мольбы приблизят вас к Аллаху, так как теперь вы знаете, о чём просите его. Вот это есть знание. Итак, первое было поклонение, второе – это знание. Я надеюсь, вы поняли, как я постарался соединить эти две вещи тоже, хотя говорил о них раздельно. Одно поддерживает другое. Так что если ваше знание не улучшает ваше поклонение, то я не знаю, что это за такое знание. Не знаю, какое это знание с точки зрения религии. Далее идёт третья область, и это услужение. Это та область, где тебе нужно понять и определить, какое это время, хотя бы раз в неделю, или же на выходных, или может, хотя бы раз в месяц, ты должен оказывать услужение, имеется в виду помогать людям. И это не значит, что вы обязательно должны делать это под знаменем ислама. Если желаете просто помогать добровольно, делайте это. Это нормально. Будет интересно видеть, как бородатый парень оказывает помощь. Но не должны делать это афишируя. Добро есть добро. Крестьяне ли совершают его, или же иудеи. Не важно, кто организатор. Если это благое дело, вы можете участвовать в этом. Лично я рекомендую мусульманам принимать участие в благих делах, проводимых не мусульманами, так как они увидят, что и мусульмане помогают, и даст им возможность спрашивать мусульман об исламе. Это хорошая возможность. Поэтому оказывайте добровольную помощь, принимайте участие в благородном деле. И делайте это для себя. Не афишируйте, выкладывая в соцсети «Сегодня помог добровольно. Очень приятное чувство». Скромное хвастовство. Не поступайте так. Делайте для себя. Это улучшит вас, как человека. Вы будете становиться лучше, совершая подобные вещи. А те родители, у которых имеются дети-подростки, если вы сумеете вовлечь их в подобную деятельность и даже сами принимать участие в этом с детьми. Это очень важно, вовлекать детей в таком возрасте в дело оказания помощи людям, так как это часть построения зрелости. Потому что именно в подростковом возрасте молодежь в целом бывает больше всего погружена в себя. Они в своем мире, им важно, как они выглядят, сколько у них друзей и так далее и тому подобное. Эти вещи приобретают для них важность в их возрасте. Если вам удастся отвлечь их от этих мыслей в этом возрасте и заставить их думать о том, что их окружает, помогать другим людям, показать им страдания людей и как помочь им с этим, к примеру, как это было недавно в штате Нью-Джерси и Нью-Йорке, после сильного шторма, если вы поедете туда на выходных и просто поможете людям, у которых разрушены дома или же возникли другие повреждения, просто поехать, помочь и вернуться. Я уверяю вас, что это приблизит вас к Аллаху как ничто другое. Вы совершаете эти три вещи и приобретете основополагающие цели для совершения великих дел в жизни. Это не является вашей целью, но это то, посредством чего вы сможете добиться целей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok